эти двое еще кто-то один да вот эти кстати я еще хочу пробовать что они как бы воруют вражескую силу а нам это как бы надо а и медиков не влезут медики по нормальность осенька немного перебор я бы наверно тогда одного конца убрал такие челы я добавил до нужны ли они если придут как единичка почему бы нет салкобой например да давайте попробуем как-то первый раз забрать чтобы не потратить много ресурсов но очевидно через пиратов надо церна делай да еще не нужны мне медики наверно нужны медиков оставлю от этих скину кстати пускай три этих этих мы через подкрепление достанем он наверно кайф мы можем на самом деле попробовать выиграть первый раунд потратив 6 карт там пасануть забрать 3 карт потом еще раз пасануть чей потом перейти в третий раунд и добрать еще от река я не на этого чувака у нас есть на самом деле в этой колоде небольшая проблему что он не убивает наших существ плохо альба сразу противного начало но у нас ладно нас не так много приказов рулем там что как нам наш начал убивать давайте так мы все равно сделаем еще три брони собьем чтобы они не бафали хотя не только одного бафают он в принципе всегда гарантированно пасует на этот на третий ход мы можем мне кажется забрать этот раунд шестую карту вас просто какие это мы сбиваем так теперь мы были на маника не убили не смысла ставить медика можно гонца попали поставить его зашафлить обратно в колоду к вашим людям то что наших чуваков не убивать на самом деле так нам нужен вот этот чувак и какой нибудь чел который нам будет помогать выигрывать например да можно вас шпион может быть оставить не шпионов я хочу на последний этот раунд оставить это чувака приказ слишком много чуваков с приказами может вот это кстати вообще а вот это чтобы ослабить да софида мне нравится и я чем нам нас нету цели прям выиграть и легко нас есть цель похоронить вот этих чем что наши пираты баффались он сейчас по идее пацанё да че кстати была идея забавного чела какого-нибудь замешать обратно в колоду чтобы он из меня не срабатывал лобилка его так что не пасанул погодите почему ладно сейчас так на основном не выгодно убивать ему до пирата станет сегодня что уже этот самый дешевые белками попав а не стрелять особо некуда у этих армора этих ну ладно я их не убьюсь слабим хотя бы с меня хватит вот теперь он не собираюсь это выслуживать тратить карту ну ладно на самом деле пофиг то что он карт не тратит то что у него 90 в колоде у него куча топора а на самом деле то что он карты тратит не тратит вообще на нас никак не влияет я хороним наших пиратов наверное для реста им их заново и как бы похоронить чего надо на иди сюда предположим вот это делаем 8 9 мы можем убить нашего чувака чтобы запах и других наших чуваков на сколько карта 1 2 3 4 5 никого стрексти нету ты че девушка начнет у нас и глазик вернулся мы можем глазик на самом деле стоит на себе забрать можем его бафнуть кстати предварительно да ты встал блять ладно мы вроде выиграли ой в броню попали какая досада так нас 5 карт одна лишняя ну ладно мы забрали трам там надо переходить на себе третий раунд нас надо эту карту слить 8 вообще бы поискал да вот медведя так нас 8 карт одна лишняя давайте потратим немного статов протестан мы в жизни у него карты если руки не вытащим да еще кстати думаю что ему может быть за что они спали ну а он еще баф лаун пофиг эээ идем в третий раунд короче у него есть тучи от Democrats Я герзан. Я живу, просто идиот. О, 17 давай перебей. Ага, соси. Вот типа такого хочу тоже сделать, попробовать. Ну, короче, он хорошо, что эту штуку отдал. А, у него стойкость. Ну, как бы эффект пропал, так что пофиг. О, вот это хорошо. Это плохо, наверное. Это, наверное, блин, вот эти чуваки мне, кстати, не нужны в колоду, надо их убрать. Медик, наверное, тут тоже не нужен. Хотя, если вот этого резнет, не будет неплохо. А, давайте попробуем. Четыре, блин, шесть карт. Карт очень много, конечно, в колоде. Вот третья штука, да, по-моему, призывает друг друга. Но, на самом деле, нам очень хорошо, если он будет бафать одного и того же. Но есть проблема, что он, скорее всего, не будет бафать одного и того же. Блин, скорпион, блин, скорпиона бы избавиться, конечно. А что, наверное, на прошлый ход не поставил? Знаете, я бы даже начал с этого чела, наверное. А, мне нужно кого-нибудь замешать. Какого я могу замешать? Медика замешать, что ли? Блин, сим-карт слишком много. Разрезать, реально, всех в самом начале, что ли. Нам надо, на самом деле, продолжить убивать пиратов. А замешать в колоду их плохая. Блин, жалко, нельзя посмотреть, потому что у нас деки есть. Из-за блядского бага. Ну, можно поставить вот это, ладно. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Так же, я не вижу своей карты. Много раздражает этот момент. Короче, нам надо Рейнарда достать. Вот этого чувака достать. Этим ходом, чтобы та Сабилка сразу на КД ушла. А, нам ещё вот этот чел нужен. Пофиг, Рейнарда просто засадит. Хочешь знать, откуда у меня эти шрамы? Блин, не так поставил, но ладно. Пофиг. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Но усиление все на самом деле нам на них пофиг, у нас есть бомба, будем бомбу в конце сжать. Так, глазик, 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 глазик мы никой не заберем, кстати, все легендарки, глазик сейчас просто так бы поставили. Так, ну вот этого чувака ставим, в том случае. Смерть. Блин, этот чел бесполезный, конечно. Ладно. Армор, что ли, кастрюлю? Опять не можем глазик поставить, контра нашему глазик внезапно зашла. Так, давайте пока у нас нету там этих пиратов, попробуем резнуть вот... Ну, кстати, вот этот тоже неплох, то есть у нас, наверное, худший вариант, это вот этот чел. В остальном нас более-менее устраивает. Пойдет, ладно, пускай будет это. Я думаю, он нам его забафает. Пиратами фидим, мы их еще арестим. Вообще, дамажить его не надо. Потому что мы и так ему собьем все. Ну, мы своих дамажим, на самом деле, чтобы побыстрее им нафигить. Бафает моего чувака, хорошо. Так, забирать у него пока я не знаю что. Наверное, блин, ну надо забрать сейчас что-то, чтобы потом еще в конце было возможно забрать. Плохо, потому что я сейчас ничего у него не забираю. Он сейчас, блин, еще вот этого чел поставит в карау, если я вообще ничего не заберу. Снова на фронт. Ну, дайте вот этот чел заберем от меня. Какая наш, у нас будет на стороне. Блин, лав то, что здесь это принято стоит. Талинц бы на него какой-нибудь повесить. Подмога, да-да-да-да. Надеюсь, у него скрипты, чтобы у него каждый третий ход была подмога. Ну, давай, убей меня! Лучники! Скройте! Кто-то меня убил перстень. Он может реально вот этого чела прямо сейчас замешать? Чтобы была большая шанс, чтобы он, вернее, страдал. Блядь, бьёда, что мы не можем колоды наши посмотреть. У нас один вот этот чел, а не пять. Вот этот чел, скорее всего, один-два где-то, да? Вот эти чел тоже... Нет, один этот чел у нас, в принципе, один. И вот эти, скорее всего, да? То есть, на сколько там кар? Шесть. Один, два, три, четыре. Фуражеры там, по-моему, не должно быть. У нас фуражеры один здесь, один здесь. Да, фуражеры здесь нету. Скорее всего, два вот этих и два вот этих. Два, три, четыре, пять, шесть, да. Впрочем, у нас вот эти чуваки только здесь. Ну, никого особо не хочется не вставать. Блин, этих надо было жить, потому что нам не нужны абсолютно. А-а-а! Или нужны, кстати! Они нужны ли? Блин, а чё у меня Рейнард умирает? Рейнард, живи! Рейнард, живи! Ааа, не лезет. Как так? А мы еще раз раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы еще раз играть обилку успеем, кажется. Блин, может быть через алхимика, кстати, играть и чуваков в семьдесят три делать? Ага, интересно. Так, я еще никого не сыграл, да? Блин, два пирата здесь стоят, плохо. Ладно, хотим с ними. Как-то я попал одному сапогу в глаз двадцати шагов. Ну в конце, кстати, наверное, вот этого чела замешаем. В колоду, чтобы он сравнение не выигрывал. Ааа, нам вот этого уже надо замешивать, блин. Как-то сделать. Не, нам не сможем, басинский. Ааа, ладно. Наверное, в принципе, тогда надо было не вытагивать. О, это хорошо. Это прям гуд. Вот этого бы еще... А, у нас нет такого второго, по-моему. А, у нас только один такой чел. Ладно. Что-то юнитов вообще не хочет ставить. У него было куча юнитов, которые друг друга призвали. Я думаю, что мы сейчас ему не будем их трогать. Он просто ими всю доску заставит. Ему никого больше крутого не поставить. Так, ну пусть бафает. Мы этого не боимся. 95 нас устраивает. Вполне, вполне. Скоро уже начнем себе этих чуваков 95 собирать. А, может быть, знаете? У нас же не особо много места. Может быть, не выйдет пират в лес? Раз, два, три, четыре пирата, блин. Так вкусно четыре пирата резнуть. Блин, тут единичку ставить вообще не хочется. Что же просто старит два раза по 95? Да блин, это 200 статов почти что. Блин, что? Он просто еще раз же ее запафает 100%. Блин, тут эту штуку вообще не хочется. У нас еще вот эта сыграет, кстати. Блин, вот это выглядит как руин. Давайте его сюда поставим. Может быть, убьем. Сидур, что-то. Блин, у нас вот этот чел, то, что еще кстати стоит, тоже довольно неплохо. О, он меня убил единичку. Красава, чел. Что он вот этого не может убить? То, что мы на его стороне его поставим. Сотня. Блин, прикиньте, два раза пошло себе забрать. И он ничего на это ответить не сможет. Ну, давайте вот этого. Блин, а этого надо было, наверное, забрать глазиком. Потому что у нас сейчас глазик откатится. Ну, ладно, глазик мы тоже можем, в принципе, до конца холдить. Дать какого-нибудь крутого чела. Ну, тогда на теории, наоборот, хочу забрать чуваков, которые сломанят других чуваков. Чтобы он их не поставил. Блин, а кстати, нам выгодно... Ну, нам сейчас выгодно так, кстати, что он этот... Выигрывает. А вот когда будет, блин, у нас последний ход... Нам бы реально замешать вот этого чела. Просто вытащить других чуваков. Блин, вот эти челы... Блин, бомба здесь бесполезна. Потому что здесь у него все ранены и так. То есть не только вот эту штуку мы ослабим. Но эту штуку мы могли и через эту ослабить. Слушайте, может быть, бомба здесь, кстати, не вариант. Надо подумать насчет бомбы. Ну, давайте 8 вот этого, например, сделаем. Броню позбиваем. То, что нам не будет ничего другое сбивать. Так, ну, видимо, пытаемся вот этими челами ссоть точку. Раз, два! Жалко, не мы его попахнули. А, бафнул моего. На самом деле, я хренал то, что он моего бафнул. Нам надо, чтобы вот этого бафнул. Потому что эти 11, они как бы пропадут. Ну, блядь. Какой же тупой ИИ. Это просто пиздец. ИИ здесь, блядь, какой же он нереально тупой, блядь. Он, конечно, он редко тупо сделает, соглашусь. Потому что он вообще, в основном, ничего не делает. Но бафнуть моего шпиона, блядь, это сильно. Или бить правую, верхнюю, левую карту. Это тоже очень сильно. Есть для нас кое-какая работенка. Подставить сюда, блядь, чувака, который, блядь, имеет не 105 статов, чтобы мой чел стырил. Нет, это мы не можем. Отбафнуть этого чела, да, мы можем. Или моего чувака, раненого стройка, превратить в медведя с стальами 22. Это мы тоже можем. А, блядь, подставить сюда кого-то? Не-не-не, это, блядь, сверхинтеллект нужен. О, плюс 100. А, кстати, 11 еще и сохранилось. Лол. Он дополнительно бафает, а? Усильтина, а не равная. То, что он меня бафает, моих челов, это еще тупость с его стороны, на самом деле. А, ккв. Ну, двумиритва я не пригодился, по итогу. Так, я, короче, наверное, все-таки хочу реально замешать вот этого чела, потому что в конце он будет... Ну, смотрите, у него, например, на 5 карт, он еще потом доберет, я думаю, 3 карты 3 раза где-то примерно. То есть, если... Ну, хотя бы даже если 1 раз доберет, то есть, это 8 статов он получит, если каждый раз будет выиграть. А так, хоть какой-то шанс будет, то что он не будет выигрывать. Блин, у нас, смотри, карты осталось какие-то. Вот эти чуваки, скорее всего, остались. Вот этот чел остался. И кто-то еще? Вот этот, что ли? Короче, у нас будет 50 на 50. Либо вот этот чел, либо не этот чел. Двух мы оттуда вытащим через обилку. Блин, глазиком кого-то тащить. А, ну нам только глазиком тащить, потому что если мы бомбу прожмем, это руина для нашего чела. Ну, давайте ичи Терренс, потому что он его забафать может. И это, в принципе, статов до хера. Ослабим. Ну, блин, ослаблять уже некого тут. Двимеритва реально... Ну, двимеритва на эту, как бы, штуку скирает. Нормально. Пойдем. Блядь, убил! Случайно! Блядь, я случайно! Я не увидел! Блядь, идиот! Ладно. Нормально. У нас вот этот чел... Он типа 16, а у нас будет 20 чел. Так, он еще забафал. Нормально. Ах, шайз! Он еще нашего чел бафает тоже неплохо. Так, ну поехали. Тогда мы... Этого чувака... Кидаем в нашу колоду. Аааа, лол! Комбо-бомбо! Мы... Знаете, кого сейчас достанем? Знаете, кого? Вот этого чела мы сейчас достанем. Хе-хе. Ну и вот этого, наверное. У него 9 статов. Типа 8 и 9, разницы нет, кого здесь оставлять. Вот этого заберем, вот этого сюда поставим. А? Как вам было? Левый, правый, левый. Что дальше? Опачки. Только у нас есть проблема, что двумеритовая бомба его восстановит. Блядь, а есть проблема, что двумеритовая бомба всех восстановит. И мы не можем ее не играть. Блядь. А, можно было в обратном порядке сыграть! Какой тупой. Ай, блядь. Ладно. Ай, и ранить вообще никого не было смысла. Хуйня. Какой же хуйня страдал? Ну ладно, 123, 470. Ходи. Короче, вот эти шпионы супер-эмба. То, что мы по 120 статов слили у него. О, 32. Давай, давай, перебей, перебей. А, что, не получилось, да? План капкан. Ну, смотрим, что он тут делает. У него есть подмога. Кровь. Терпня. Вот, убил там. Ну, восьмерка, к сожалению. Ну, блин. 50-50. Можно было, мне кажется, вообще сделать 100%, чтобы нас там какой-то чел сидел. Нам нужно одну карту. О, 32. Так, сосать. Сосать. Ха-ха-ха. Мы как бы потеряли 30 статов на столе, но мы зато не дали ему вот бафнуться. Какой раз? Третий раз? Ну, второй раз не даем бафаться, правда, только. О, третий раз не даем бафаться. Ой, что такое? Не по плану. Не по плану. Не по плану. Чувака бафит до восьми. Тридцатку, которая у него. Ну, и то, что мы чувака замешали. Ну, у нас одна карта лишняя, но можно было, короче, одного чела выложить. Пойдет, пойдет. Тридцатку. 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 Тридцатка. Тридцатка. Тридцатку. Тридцатку. долго. Поэтому их командиры постановили дать решающий бой и проиграли его с треском. Итак, через несколько месяцев после переломной ночной битвы в Рибии имперская армия была рассеяна. Одним из последних очагов сопротивления стала крепость Альдерсберг. Именно там укрылся генерал Айбдаги вместе с остатками группы армии Восток. Этой крепости, месту величайшего триумфа Нильфгарда в первые дни войны, предстояло стать свидетелем грядущего поражения империи. Можно назвать это исторической справедливостью или насмешкой судьбы. Хотя Мэва уже освободила свои королевства, она не сложила оружие, ибо король Демавенд попросил у нее помощи в изгнании врага из Айдирна. Мэва не отказала. Во-первых, она была ему обязана. Во-вторых, она хотела свести счеты с генералом Айбдаги. Я говорил с посланником Демавенда. Он уже окружил Альдерсберг, но атаку отложил. Ждет вас. И прекрасно. Не хотелось бы такое пропустить. Скажи солдатам, чтобы готовились. Разумеется, ваше величество. Да. Что-то еще? Госпожа, простите мою дерзость, но я беспокоюсь за вас. Вы не спите. Выглядите так, будто вас гложат болезнь. Рейнард, я только что похоронила сына. Он умер у меня на руках. Будь оно все проклято. Да. Умер как герой. Ваше величество, я и не думал, что Вильям когда-нибудь смоет свой позор. Он предал свою мать, свою страну, заключил союз со злейшим врагом, но то, что он сделал в Ривии, искупило всю его вину. Он показал, что был достоин называться вашим сыном. Ваше величество, я не хочу сказать, что его не нужно оплакивать, но им стоит гордиться. Ты прав. Спасибо, Рейнард. Этот разговор очень помог мне. Хватит болтать. Пора идти в Альдерсберг. Какая-то Золотого Солнца. Справится в лагере Демовен. Рапорты. Рапорты Айдер. Армия врага в смятении. Бегут на юг, в сторону границы. Перемещения войска хаотические, неискоординированные, что говорит о разрыве связи с командованием. Отряды Скайдель также отступают, только на восток, до Лаблатана. Эльфов, лишенных поддержки Нильфгарды, истребляют айдеринские солдаты. Император готовится к мирным переговорам. Из-за донесений следует, что он готов идти на масштабные уступки. Последний очаг вражеского сопротивления — крепость Альдерсберг. Остатками войска командует генерал Айордаль Айбдаги. Он отвергает все призывы к капитуляции. Капитан Тобиас. Ваше величество, с прискорблением сообщаем, что капитан Тобиас, передававший нашей разведке ценные сведения из занятной Нильфгардом столицы, был разоблачен и после трех дней пыток лишен головы. Покидая город, захватчики забрали с собой его семью, жену и двоих детей, 12 и 7 лет. Их судьба остается неизвестной. Битва под Бренней. Ваше величество, добрые вести с западного фронта. Объединенные силы К-2 на Тимере и Лидане разбили Нильфгардцев под Бренней. Империя потеряла почти 40 тысяч солдат, а маршал Куэ Горг пропал без вести. Группа армий «Центр» рассеяна. Король Фольтест огонит в Аргасте Мерии. МГР дал понять, что готов обсуждать перемирие Победы Близка. Угу. Что тут еще? Поболтать с чуваками можно. Давайте пополтаем. Что они нам скажут? Да, ваше величество. Война подходит к концу. Что ты собираешься делать дальше, Рейнард? Что прикажете, ваше величество? Эх. Но в чем дело, госпожа? Угу. Что быть для тебя не только королева? Ямшу. Дело в том, что я больше не хочу отдавать тебе приказы. Ваше величество, вы... Желаете, чтобы я оставил двор? Нет, Рейнард. Я хочу, чтобы ты остался. Но не хочу быть для тебя только лишь королевой. Ты меня понимаешь? Понимаю. Мэва. Угу. Мне пора. Ну? Как у нас дела? Слушай, я хотела бы еще поговорить. Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. А ты знаешь, что я не хочу продолжать эту тему. Если давить мысли в себе, это не поможет. А что поможет? Наверное, путешествие во времени? Мэва, поверь мне. Я уже оплакал в свою семью. Я больше не хочу об этом ни думать, ни говорить. Ну? Чем теперь займешься? Да я и сам сейчас раздумываю. Я бы вернулся к разбою, но... Ты бы точно этого не одобрила. Точно. Не одобрила бы. Поэтому я позаботилась о том, чтобы ты не чувствовал искушения. Ты получаешь во владение имение под спалой. Что? Мэва, я... Черт. Я не знаю, что и сказать. Хоть раз скажи это. Благодарю тебя, Мэва. Нет. Это я тебя благодарю. От всего сердца. Мне пора. Будь здоров. Арньольф. Что на этот раз? Война подходит к концу. К сожалению. Что? Почему? Я выжил. Опять. Обустраивай заново свои земли, прекрасная королева. Радуйся жизни. Я и мои люди должны отправляться дальше. Арньольф. В Лирии и Ривии никому нет дела до вашего прошлого и ваших грехов. Оставайтесь тут. А что потом? Что мы скажем предкам, когда придет время? Женщина? Я хочу сидеть и пить мед за одним столом с ними. И потому должен уйти. Давай. Будь здоров, Арньольф. Все, ушел? Да. Мы как бы таскали моей побежали. Война подходит к концу. У кого надо будет собирать? Подходит к концу война с Нильгардом. Но другие еще идут. О чем ты говоришь? В лесах все еще прячутся остатки Банской Этаэлей. Да, но я слышала, что они отступают, идут на восток. Почему бы просто не дать им уйти? А, чтобы они набрались сил? Ну уж нет. Нужно их добить, пока это возможно. Раздавить, как червей. Райла. Когда-то ведь нужно сказать, хватит остановиться. Я остановлюсь, когда лягу в могилу. Не раньше. Мне пора. Ну, ты понимаешь, со всеми можно было же говорить. Где нет? А, ну да, наверное, со всеми. Я не уверен, можно ли всех собрать? Вообще, я не уверен, что всех можно собрать. Ну, мы потеряли Габора, Эйка. Вот, Чародейка, не уверен. Чародейка и Райла вообще могут одновременно обе присутствовать у нас до конца игры. А, Барнабу мы отдали. Могли, наверное, не отдавать его. Так, где мы? Знаю, задание. Еще одна битва. Окей. А-а-а, даже так. Ладно. Пойдемте залутывать. А сундуков здесь сколько? Да. Ноль. Понял. Ну, ноль так ноль. Блин, а точно лутаться надо, если не особо хочу лутаться? Глядите, это Шмева, истребительница черных. Да здравствует королева! Того и гляди, самого императора с трона погоните. А говорят, будто война мужское дело. Ну, вы им и задали, ваше величество. Того и гляди, самого... Угу. А, тут записки. Всем отрядам. Всем солдатам и службе Нильгарской империи настоящим приказывают безотлагательно направиться в крепость Альдерсберг. Оборона этого замка имеет ключевое значение для планируемого контрнаступления. Невыполнение настоящего распоряжения будет караться с особой строгостью. Герцог Ордали Абдаги, великий канцлер, командующий группой армии Восток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...